Так, я еще молодой, мне 17 лет, летом драфт, там будет видно, а сейчас об этом просто я не люблю говорить заранее, как еще получится, не люблю загадывать, просто сейчас я ожил идеей, чтобы в Спартак вышел в Суперлигу и больше ничем. А думать об НХЛ, это еще придет время. НХЛ это большие деньги, но хоккей уже приносит молодому Ковальчуку неплохой доход. В этом году он смог купить отцу машину, правда некоторое время пользовался ею сам. В НХЛ Ковальчука ждут неплохие перспективы. Как такового общего рейтинга молодых игроков нет. Есть две группы, те, кто играют в Северной Америке и те, кто играют в Европе. Так вот, среди европейцев Илья идет по первым номерам. У американцев лидирует Джейсон Спеца. Кто же будет первым, на самом деле покажет только драфт, который пройдет в июне. Во Флориде, где играет команда Флорида Пантерс. Тем не менее, Илья Ковальчук утверждает, что в Национальную хоккейную лигу его манят не деньги. Деньги меня как-то никак не подсегивает. Просто Инхайл это сильнейшая лига, лига мира. И туда все стремятся. Если ты туда попал, значит ты чего-то стоишь, значит ты заслужил это. Значит ты уже что-то умеешь в хоккее. А если ты там заиграл, тогда ты уже мастер. Ты, может быть, даже великий игрок. Я вот только ради этого стремлюсь. Илья Ковальчук в этом сезоне успел уже поиграть за две сборные команды. На Новый год он был в молодежной сборной России на чемпионате мира для тех, кому еще не исполнилось 20 лет. Там наша команда провалилась. Седьмое место. Критики было много, в том числе и в адрес Ковальчука. В частности, стали поговаривать, что это скажется на его месте в Инхайловском драфте. Но Ковальчук поправил свою репутацию на чемпионате мира для 18-летних. Сборная России стала чемпионом мира, а Ковальчука признали лучшим нападающим. Даже не хочется загадывать. Будет как будет. Хочу быть первым, конечно. А там, как судьба ваша распорядиться, так и будет. Потому что это, может, по силе мы и одинаковые игроки со спецсистем. Но он у него один стиль, у меня другой. Какой команде нужен какой игрок, это уже от команды зависит, а не от нас. В том, что Илья Ковальчук рано или поздно окажется в Инхайл, мало кто сомневается. Он на днях заключил новый контракт со Спартаком, где оговаривается возможность его отъезда. Но при этом молодой хоккеист не хочет играть младше заокеанских лигах. И если он не пойдет в основной состав Инхайловской команды, то вернется Спартак. Так что, наверное, никто не возьмется утверждать, увидим ли мы его в России в следующем сезоне. Хотя сам Илья не раз говорил, что он хотел бы пройти через все ступени отечественного хоккея. Суперлигу, первую сборную, прежде чем уезжать в Инхайл.